Клуб молодых литераторов Добрый день, всех приветствую и поздравляю с сегодняшним праздником. Итак, я бы хотела сказать небольшое отступительное слово об Александре Сергеевичу Кушкину. Как сегодня я неоднократно упомянула, Александр Сергеевич Кушкин родился 6 июня, это по новому стилю, 1799 года. У своих родителей в доме Елогина, это был перестойный лидер в английском стиле, находился он в Москве. И родители, пусть на отец Александра Сергеевича, Сергей Львович Кушкин, был гвардий майор, точнее капитан-поручик, но он уже к тому времени вышел в отставку и служил интендантом в критическом месториате и был чиновником 7 класса. А мать поэта, Нагерда Осиповна Ганнибал, была внучкой того самого Ибрагима Авраама Петровича Ганнибала, который был подвижником и техником Петра Великого. В общем, тот самый араб Петра Великого, о котором в последствии Александр Сергеевич Кушкин написал свою полис. До 7 лет, воспитанием Александра Сергеевича никто не занимался особо, а вот когда Александр Сергеевич исполнял 7 лет, то родители наняли ему говернора. Это был граф Дэмон Форд, который ранее состоял в свите герцога Бордовского, который бежал из Франции после Великой Французской революции. А потом уже поиздержался и обнищал, и в общем, которые многие аристократы, и решил подработать именно с говернорством. И вот он учил Александра Сергеевича французскому языку и многим другим предметам. Ну, в общем, он преподавал у Александра Сергеевича французскому до, мне кажется, до 10 лет, там, до 12. Потом был уволен и нанят следующий говернер и более грамотный, именно как преподаватель, месье Русло. Тот, как известно, сам писал стихи, но он трижды отправлял свои стихи в Альманат Джумюс, но трижды получал отказ и поэтому озлобился. А тут ему попались первые стихи Александра Сергеевича, написанные на французском. И они были написаны, к удивлению учителя, правильные таблистики, но с грамотическими ошибками. И там было некоторое неправильное сочинение в слов. И он, этот учитель, этот месье Русло, как-то за столом в присутствии родителей взял и прочел стихотворение Александра Сергеевича. Причем это было преподнесено так, что и родители, и все ученицы смеялись. Александр Сергеевич за это вспыхнул, рассердился и выхватил из рук учителя свои стихи и тут же побежал и бросил в печь. И далее, когда учитель попытался поговорить со своим воспитанником, то Александр Сергеевич внезапно вскочил, схватил полено и замахнулся этим поленом над головой своего учителя и чуть его не прибил. Родители вовремя прибежали и пытались разнять, но потом юный, десятилетий Александр Сергеевич бросил полено и убежал из комнаты. Больше его не трогали, но далее уже, когда Александр Сергеевич исполнил 12 лет, то стали родители думать, куда же его определять по учебе. А сначала хотели его определить в Иезуицкий колледж в Петербурге, но так как в том времени, как дядя Василий, дядя поэта, тоже известный, довольно скандально известный поэт Василий Львович Пушкин, приброс в Петербург, то выяснилось, что тот самый Иезуицкий колледж закрывается, на него домения, но он узнал, что открывается новое учебное заведение, такое как царско-сельский лицей. С первоначально в нем планировали обучать двух младших великих людей, Николая и Михаила Павловича, и с ними еще, так сказать, элиту самых таких отобранных из разных условий молодых людей талантливых, которые будут воспитаны вместе с потенциальным будущим императором и будут его окружать, это будут его идейные соратники, подвижники. Задумно было именно так, но в дальнейшем императрица, допустующая Мария Альтольевна, отказалась отдавать своих основей царско-сельский лицей, но лицей все же был открыт. И тогда все, кто мог, кто имел хоть какое-то влияние, все пристроили туда своих основей, и, собственно, один из его первых творческих донимов был как раз номер 14, именно по номеру комнаты, по номеру, который был ему приспособлен в лицее. Там он познакомился со своими будущими друзьями, такими как Иван Иванович Кущин, Дельвик Антон Иванович, Дельвик, потом Фильбекер и многие-многие знаменитые и прославлившиеся в последствии воспитанники царско-сельского лица. И вот как раз таки сестре, сестре князя Горчакова, своего лицейского товарища, который впоследствии стал государственным канцером, то ли при Николае Первом, то ли при Александре Втором, именно это его сестре Елене, Кущин посвятил следующие творческие творения, она называется «Красавица, которая нюхала табак». Возможно, вместо рост, амуровно-совденных, тюльпанов, гордо наклоненных душиток, ламбушей, ясминов и лилей, которых ты всегда любила и прежде всякий день носила на мраморной груди твоей, возможно, милая перемена, какая странная во вкусе перемена, любишь обонять неутренний цветок, а врезанную траву зеленую и сусно превращенную в светский паросток. Пускай за собой просьбе битингена, на старой кастере согнувшейся дугой, впервые в злотичном глубокий разум свой, раскатывает табак, толченный, пихает длинный нос и сохшую рукой. Пускай молодой драгун, устатый, поутру сидя у окна, за встатком утреннего сна, из трубки пентовой дым гонит сыроватый. Пускай красавица 60 лет, у грации в отпуску и любви в отставке, которые держат вся прелесть на подставке, которые без морщин на теле места нет, заходит, молит, заживает, и зверным табаком печали забывает. А ты, интересно, мой Иисус, табак, так нравится тебе, о, плавлоображение. Простите, превращаясь правой табакерки в заточение, я в сердце местных своих попастонок, тогда в сердечном восхищении, засыпаться на грудь под шелковый платок, и даже может быть, но что, мечта пустая, не будет этого никак, всегда завистывая злая, а отчего я не табак. Я из Таганрога. Всем таганрожцам очень-очень хочется верить, что, путешествуя с Раевскими, Пушкин, конечно же, посетил Таганрог. Доказательств нет, но там верят, что под столетней шелковицей возле дворца Александра I Александр Сергеевич написал свое лукоморье. Ну что ж, легенды должны жить. Страницы книги шелестят, таинственное лукоморье изгибы берегов, приволье, чудесной сказки, стройный лад. А где оно? Да здесь, вокруг. Взгляни, налево и направо. Залива край так величаво изогнут, будто гибкий лук, а кроны старых тополей подстать дубам почти до неба. Плетут узоры быль и небыль среди задумчивых аллей. Ждет рыбку у воды старик, сидят на лавочках царевны, и кот приходит ежедневно к подачкам рыбаков привык. На набережной по ночам звучат шаги. И я гадаю, не Александр Сергеевич там гуляет, ноги разминая. И еще одно стихотворение как раз о конечной цели путешествия с Раевскими. Вы знаете, что в Крыму, в Гурзофе, до сих пор жив друг Пушкина? Это Кипарис. В своем письме Антону Дельвику Александр Сергеевич писал «Возле дома рос молодой Кипарис, и я проникся к нему». Ну, я, наверное, не совсем точно говорю. В общем, проникся к нему чувствами, похожими на дружество. Я друг Пушкина. Здравствуйте. Здравствуйте, Кипарис. Стою, замерла, голову запрокинув. Какой большой. Откуда-то сверху вниз кивнул величаво темно-зеленой вершиной. Друг Пушкина, поговори со мной. Ну, шишку хотя бы брось. Сохраню на память. Ты был молодой, и Пушкин был молодой. Какие беседы вскипали тогда между вами? На мягких зеленых лапах в аллею вошла тишина. Лишь искоркой звонкой мелькнула какая-то птица. Деревья, подобны поэтам, разбрасывают семена, чтобы однажды где-то в будущем воплотиться. Всех с праздником. Большим. Уважаемые присутствующие, прежде всего хочу сказать, что моя семья очень трепетно относится к Александру Сергеевичу, и он даже упомянул моего предка в своем произведении Полтава. Написал такие строчки. Когда с Забелой, с Гамалеем, и с этим, с Кочубеем, он в бранном пламени скакал. Поэтому наша семья давно знает и любит поэта. А сегодня хочу вам рассказать свое стихотворение, посвященное моей дочери и навеянное Александром Сергеевичем и его произведениями. Спит моя дочурка Маленький цветочек, Точно кот Мурлыка, Сжавшийся в клубочек. На височках детских Дрогнули прожилки, Снятся мои девочки Яркие картинки, Ручки и лепесточки Обнимают книжку. Это сказки Пушкина, Любит их малышка. Спи, моя дочурка, Я закрою томик, Пусть тебе приснится Краснощекий гномик. Другой? Нет. Никому на свете Не отдала бы сердце я. То Вышним суждено совете, То воля неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом Свидания верного с тобой. Я знаю, Ты мне послан Богом, Навеки Ты хранитель мой. Ты в сновидениях Мне являлся незримый. Ты мне был уж мил, Твой чудный взгляд Меня томил, В душе твой голос Раздавался давно. Нет, Это был не сон. Ты чуть вошел, Я вмиг узнала, Вся обомлела, Запылала И в мыслях молвила. Вот он. Не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, Когда я бедным помогала, Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души. И в это самое мгновенье Не ты ли милое видение В прозрачной темноте мелькнул, Приникнул тихо к изголовью, Не ты ли с отрадой и любовью Слова надежды мне шепнул. Кто ты? Мой ангел ли хранитель? Или коварный искуситель Мои сомнения разреши? Быть может, Это все пустое, Обман неопытной души, И суждено совсем иное. Но так и быть. Судьбу свою Отныне я тебе вверяю, Перед тобой слезы лью, Твоей защиты умоляю. Вообрази, Я здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я должна. Я жду тебя, Единым взором Надежды сердца оживи, Или сон тяжелый перерви, Увы, Заслуженным укором. Кончаю. Страшно перечесть, Стыдом и страхом замираю, Но мне порука ваша честь, И смело ей себя Уверяю. Спасибо большое. Кошкин много писал для детей, Вы это знаете, Это стихотворение мое личное, Сейчас я прочту. Тоже детское, Называется «Ветерок». Оно не летнее, Оно немножко зимнее. Медведь в берлоге Дремлет под белым колпаком, А ветерок гуляет По снегу босиком. Он точку, Как фуражку, Накинул на бекрень, И по лесам, Овражкам гуляет Целый день. Снежинками играет, Как ловкий акробат. Под небом, С облаками в лапту Сыграть он рад. Играл с холмом, С дорогой, С деревьями в бару. Вот отдохнул немного, И снова за игру. Про разбитую мечту. В романе одного известного писателя Человеку попалось Название рыбы, Макрель. И он очень долго мечтал ее попробовать. А когда человек узнал, Что это всего лишь скумбрия, Мечта и всякое желание Вкусить диковинку пропали. Ложное очарование Иностранных слов. Извините за ботанический термин, Про хрен. Хрен речь не слащит. Да. Хрен рос в самом углу огорода, На отшибе. Жил, как все. Пил корнями воду, Фотлитизировал потихоньку, Откладывал в корневище Запасные вещества. Хрен бы очень удивился, Узнав, что люди считают Его самым информированным растением. Про летающую мышь. Я уже скоро закончу, Сейчас еще несколько. Про летающую мышь. Как-то заврядная мышь-палевка Узнала про летучих мышей И сразу решила, Что ей тоже надо попробовать полетать. Той же ночью она вылезла из норки, Разбежалась, подпрыгнула И вдруг полетела. У совы была удачная охота. Про пулю. Пуле не повезло, Она не попала в цель. Пуля летела вперед, Без оглядки, И ругала себя. Дура, дура, дура. Про моську. В одном городке, При дворе малоквартирного дома, Жила собака по прозвищу Моська. Городок этот был таким маленьким и скучным, Что за все время существования Ни бровячий цирк, Ни передвижной зоопарк Не удостоили его своим посещениям. Ни всякой моське Суждена встреча со слоном. Ну и последнее про жизнь. Так, немножко философского. Однажды родившись, Мы попадаем в реку жизни И учимся плавать. И плаваем, плаваем. Кто по течению, Кто против, Кто поперек, Кто сожонками, Кто брасом, Кто по собачьи. Как, куда и как бы мы ни плыли, Река жизни несет всех нас К океану вечности. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ